Хей-хей, как ваше настроение, мои дорогие, родненькие вы, мои красавцы, в это замечательное утро в 17.00 по московскому времени, у меня лично замечательно. Просыпаюсь я сегодня такой, поднимаюсь с кровати и думаю, блин, я слишком богатый, надо бы мне на что-нибудь долларов 300 или 400 слить от скуки просто, но мы, блогеры-миллиардеры, такие, нихрена не делаем, всё есть, только представьте себе это отвратительное существование. Вот сижу и думаю, блин, лежат у меня лишние 300 баксов в банке, надо бы их слить поскорее на что-нибудь, глаза мозолят, есть не просят, как так вообще можно-то в самом-то деле? Вот была бы какая-нибудь игра типа Валоранта с бесполезными скинами в форме дракончика, один из которых похож на член, вот на это я бы свои кровные потратил только так. И тут ко мне и б***ь Кеймс такой подкатывает, как мужчина кавказской национальности в дешевом баре и говорит, дорогой мой, я знаю, как удовлетворить твои потребности, пойдем со мной в подворотню, я тебе волшебство покажу. 22 тысячи рублей за один комплект скинов на пушке в Валоранте и анимации к этим скинам. Мне стоило отвернуться всего лишь на один месяц и Riot Games уже такое вытворяет, они свою все еще достаточно большую фан-базу дают не просто как коров, а как свиноматку какую-то из выделений, которые наверняка делают деликатес где-нибудь в Китае. Представляю, что весь Riot Games принадлежит Tencent, который является крупнейшим китайским IT-конгломератом и фактически контролирует половину видеоигровой индустрии мира, это будет даже символично в каком-то смысле. Нет, я, конечно, многое на своем веку повидал и сам факт жадности видеоигровых издателей меня ни в коем смысле не удивляет. Но, как правило, подобные крупные суммы и даже более крупные суммы собираются из отдельных микротранзакций, из какого-то большого набора скинов, которые потихоньку-потихоньку так медленно суммируются и в конечном итоге приходят к таким цифрам как 400, 500, 1000 долларов. Числа самые разные бывают в зависимости от того, о какой игре мы говорим, я имею ввиду, если дело доходит до мобильных микротранзакций, то там разговор идет уже на десятки тысяч долларов. Но такого, чтобы за один тематический набор скинов и отдельно анимации для этих скинов требовалось 300 долларов вперед, это для меня что-то новое. И давайте я просто скажу это сразу и больше мы к этому возвращаться не будем, правая верхняя пушка похожа на член. Я не знаю, это так задумано или нет, вполне возможно, учитывая, кто в Valorant играет. Вообще-то хороший вопрос, когда я думаю об этом, а кто именно в Valorant играет? Потому что он технически популярен, каждый раз, когда я захожу на Twitch и смотрю на главную страницу, он всегда находится в топе 10 или даже топе 5 просматриваемых игр. Значит, кому-то он должен быть интересен. Но при этом я абсолютно ни одного слова не слышу о нем в соцсетях, подразумевая, что конкретно русская аудитория в нем не заинтересована может быть, но так я слежу и за другими социальными сетями. Про Valorant как будто бы вспоминают только когда он делает подобную срань, и может сложиться ложное впечатление, что он запрашивает такие невероятные деньги, потому что понимает, что ему скоро придет конец, и он хочет выдать все до последней копейки, пока у него еще есть такая возможность. Однако, когда я смотрю на реальные цифры и на реальную статистику, я в этом очень сильно сомневаюсь. Valorant вышел примерно месяц назад, и за все это время он не выходил из топа 5 самых просматриваемых игр на Twitch, а просмотры на Twitch обычно символизируют, что игра является популярной. Как бы это странно ни звучало, но чем больше народу играет в игру, тем больше народ употребляет контент по этой игре, а стримы относятся к контенту. В общем-то, все логично. Да, конечно, в этом списке не все так однозначно, как хотелось бы. Например, в топе 10 также находится World of Warcraft, который там находится, давайте будем честными, исключительно благодаря Сманголду, набирающему единолично 1040-50 человек. Я, как тот, кто играет в эту игру 14 лет, в общем-то могу здраво ее оценивать, и поверьте, она ни хрена не настолько популярная, как хотелось бы, наверное. Даже сейчас, посреди рабочего дня в России и посреди глубокой ночи в США, и там и там люди не особо в игры играют в это время, его все еще можно найти в первой строчке по популярности. Он стоит где-то между Контрой, и GTA 5, и Эпикс Ледженсом. В общем-то, в этой позиции он более-менее всегда и остается, судя по моим наблюдениям. Потом я захожу на саму страницу и вижу, что зрители более-менее равномерно разбросаны между разными стримерами. То есть это не как с тем же самым Вовом, который, если Азмангол стримит, то он находится в топе, а если он его не стримит, то про него все моментально забывают. Нет, здесь достаточно много разных человек, которые собирают более-менее одинаковое количество зрителей. Если мы, конечно, смотрим на среднестатистическое, начиная с третьего и четвертого места, когда там по полторы тысячи человек смотрят, тут тоже полторы, тут тоже полторы. Достаточно стандартная ситуация для любой игры, которая предполагает такой вот компетитив плей, ранкет, ММР, если хотите. Короче говоря, игра, за которой смотрят соревновательные. Можем зайти еще дальше и посмотреть на конкретную статистику, вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще. Давайте сделаем это. Данные за последние 24 часа. Средняя отметка зрителей держится в районе 70 тысяч просмотров. За неделю те же самые данные, опять же, в среднем по 70-80 тысяч просмотров. Если мы смотрим за весь тот год, что игра существовала, и под годом, я имею в виду, последние три месяца, с момента, когда ее анонсировали, потом начали раздавать бета-ключи через их гениальную в каком-то смысле программу, про то, что вы смотрите стримы, может быть, вам этот ключ упадет. Очень много аккаунтов на нем поднялись, это определенно был хороший период для стримеров. Для зрителей не уверен, вряд ли что-то изменилось. Тут мы можем видеть достаточно правдоподобную, опять же, статистику. С тех пор, как бета-ключи начали раздаваться, когда игру начали активно стримить, по некоторым данным, благодаря тому, что Riot Games эти стримы спонсировали, в чем я абсолютно неудивлен, учитывая то, что спонсирует сам Riot Games Tencent. Начали с миллиона, постепенно скатились до порядка 300 тысяч, поднялись еще раз до 500 в один момент, потом скатились в самое дно, и когда игра вышла, она начала собирать достаточно средний стабильный показатель, в порядка 60-70-80 тысяч человек. Это очень крепкая киберспортивная штука, которую люди смотрят, а если они ее смотрят стабильно, значит им эта штука интересна. И вот здесь у меня начинается самый интересный камень преткновения. Честно, я не очень понимаю, на какую именно аудиторию Valorant рассчитан, и какая именно аудитория в нем на данный момент заинтересована. Предположительно, школьники. Предположительно, это люди, не достигшие совершеннолетнего возраста, нетрудоустроенные, у которых достаточно свободного времени, чтобы тратить его на постоянный просмотр Valorant. В чем именно школьники заинтересованы в Valorant, этого я уже не очень понимаю. Напоминаю также, что подписки очень-очень сильно помогают каналу, поэтому если вам нравится мой контент, вам нравится, на какие темы я говорю, вам нравится, как я на них говорю, в конце концов, если вы меня ставите на задний план, почему бы прямо сейчас не нажать на кнопочку подписки, которая чуть ниже находится, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик для того, чтобы получать оповещение о каждом моем новом видео. Каждый день выходит, я уверен, вам понравится. Вернемся к теме. Fortnite, например, продолжает сохранять свои лидирующие позиции на Твиче, уступая только Колде Варзон и Лиге Легенд, которая никогда не теряет первое место. Я не знаю, как это получается, это какая-то идеальная киберспортивная дисциплина, наверное. Она всегда идет от второй категории с гигантским отрывом. В данный момент, например, в два раза больше человек ее смотрит, чем Just Chatting, который отличается тем, что там можно найти очень много женщин с большим вырезом. Я не знаю, есть в этом, наверное, что-то, но в любом случае, фактор популярности Fortnite я могу, по крайней мере, понять. Он яркий, он цветастый, там такие прикольные мультяшные модельки. Такой стиль всегда напрямую апеллировал к детям и ранним подросткам, которые, собственно, и являются его основной аудиторией. Это не секрет, всем это известно. Да, конечно, там есть игроки и постарше, но, скажем так, Ниндзи не просто так стал популярен. Кто основная аудитория Ниндзи? Это основная аудитория Фортнайта. Основная аудитория Ниндзи – это дети. Соответственно, основная аудитория Фортнайта – это кто? Да, правильно. Я пойму, если многие из вас все это время пытались подавить у себя в голове воспоминания от случайно увиденного на ютубе видео, где куча детей танцуют танцы из Фортнайта, но это, к сожалению, было правда мне. Мне сложно вам об этом говорить, я понимаю вашу боль. Единственное логичное предположение, которое я могу вынести – Valorant рассчитан на аудиторию от 18 до 25 или, может быть, 30 лет, которые устали от всех его аналогов. Под аналогами имеются в виду шутеры от первого лица, возможно, с героями, а возможно, нету. Потому что Valorant объединяет в себе одновременно CSGO, Overwatch и наверняка еще там 10 каких-нибудь тайтлов, про которые я забыл, но не суть. Скорее всего, аудитория именно такая. С этой точки зрения скины за 300 долларов начинают делать смысл. Разумеется, их купит не каждый, их, скорее всего, даже купит крайне малое количество человек, но даже этого малого количества человек хватит не только для того, чтобы с лихвой окупить их производство, но и для того, чтобы нормальный такой профит в итоге вынести. Представляем древнее пламя. Анонс облика Valorant. Ну давайте посмотрим, за что Riot Games хочет взять 300 долларов. О, раскаленный дракон в начале синематика. Я это видел уже. В синематике катаклизма. Если вы играли в катаклизм, то вы знаете, с чем он закончился. Душой дракона. Это вот не лучшее время. Не, ну в принципе, анимация выглядит прикольно. Вы буквально держите дракошку в руках. Я уверен, что это заняло очень много времени на разработку, много ресурсов, таланта. Куда там Платборн ваш идет с его адвами и нечеловеческими фигурами, которые анимировать было сущим адом? И которых там что-то 20, 30, 40, я не знаю. Очень много. То ли дело скин на пушку. Это еще не все. Посмотрите, он буквально принимает в себя патрон. Это так мило выглядит. Я не знаю, вот вы готовы за это 300 долларов отдать? Я уже просто исхожу на желание. Я не знаю даже, как я жил-то раньше без него. Возможно, те, кто в Valorant играют на постоянной основе, а не один раз, когда он выходил, скажут то же самое, только без иронии. И, к счастью, я к этим людям не отношусь. К очень большому счастью. Набор скинов Древнее Пламя дает вам новые скины для пушек Джадж, Оперейтор, Вандал и Фрэнзи. Но мало того, что он вам дает скины, так он вам дает еще и партикли. Вот в какой другой игре вам за всего лишь каких-то жалких 22 тысячи рублей дадут партикли? Правильно, нигде, только в Valorant. Но на этом Riot Games не остановились. Не тут-то было. Они хотят дать своим игрокам максимальное качество за свои деньги. Что если мы вам вкинем туда еще и набор анимаций? Аттракцион неслыханной щадрости! А если вы вдруг по какой-то причине анимации на свои пушки за 22 тысячи рублей не хотите, может быть вам они покажутся лишними? Ребят, Riot Games о вас подумали. Мы вам скидку сделаем. Мы возьмем с вас не 300 долларов, а всего лишь каких-то 100. За 100 долларов вы получаете базовый набор, который доступен моментально, как только вы заходите в игру. Прям нажимаете кнопочку, купите 10 тысяч внутриигровой валюты, или сколько вы там можете за 100 долларов купить, я уже не помню. И пожалуйста, скины с дракошками ваш. Но вы их можете проапгрейдить потом, по своему желанию. Для того, чтобы их проапгрейдить, вам нужна будет еще одна, насколько я понимаю, другая, третья, или какая там по счету внутриигровая валюта, которую вы как раз-таки на эти самые апгрейды тратить и будете. Для того, чтобы получить необходимое количество этой валюты, вам нужно будет потратить, по расчетам, которые провел фанат на реддите, примерно 192 доллара. И таким образом мы получаем сумму в 292 доллара, для того, чтобы получить все анимации для каждой пушки и ни в чем себе не отказывать. Только вдумайтесь в то, насколько Riot Games для вас расщедрился. Ребят, за какие-то там жалкие 22 тысячи рублей, или 300 долларов, или ваш региональный эквивалент, вы получаете гигантский набор из 4 скинов на пушку, 4 наборов партиклей для этих скинов на пушке. Причем эти партикли скопированы одна с другой, просто они под другим углом выходят, наверное. И ко всему этому Riot Games вам еще и анимации для этих пушек уникальные подкидывают. То ли дело в какой-нибудь отдельной трипл-игре за полную цену, ну 60 долларов, да, в 5 раз меньше, можно получить, помимо гораздо большего набора анимаций, графона и любых других видеоигровых слов, еще там сюжеточку какую-нибудь, геймплей какой-нибудь полноценный можно получить за 60 долларов вместо 300, а может быть даже и дешевле, чем за 60 долларов. Сколько там сейчас какой-нибудь Ведьмак третий стоит, условно говоря, долларов 30? Около того, даже дешевле, скорее всего, его можно найти. Как раз сейчас распродажа в стиме идет, если она еще не закончилась. Вы, таким образом, могли бы купить от 5 до 10 трипл-эй игр, в зависимости от того, в какой год они вышли, за те же самые деньги, что в Валоранте потратив, вы получите 4 скина на пушке, 4 набора партиклей на пушке и 4 набора анимаций на эти пушки. Riot Games? Еее, бой! Знаете, что самое смешное? Я прекрасно понимаю, почему Riot Games так поступают, абсолютно без уронии сейчас говорю. Они, скорее всего, предполагают, что эта игра не продержится в топе достаточно долго. Вполне возможно, что она из него уйдет в течение следующих полугода, может быть, даже быстрее, чем мы думаем. И они пытаются выдавить все до последней копейки, пока у них есть такая возможность. Несмотря на то, что игра популярна сейчас, у нее не особо намечаются перспективы, чтобы такой же популярной оставаться. Скорее всего, это исключительно мое предположение, Валорант пойдет по пути Apex Legends, они уже сейчас более-менее поравнялись, как ни странно. Он будет невероятно популярен на своем старте, однако из-за того, что разработчики не были готовы к такой популярности, недостаточно хорошо снабжали игру обновлениями, не особо хорошо понимали, что именно игроки от этой игры хотят, она в итоге будет скатываться, скатываться и скатываться, и дойдет до удоволворимых цифр, но даже не близко таких гигантских, как в самом начале. Валорант, видимо, уже сейчас поняв, что его популярность идет буквально на дни, он начинает доить копейки прямо сейчас, пока у него есть такая возможность. Сейчас у него все еще есть достаточно большой шанс того, что эти скины за 300 долларов купят киты. Китами, я напоминаю, видеоигровые издатели называют игроков, как правило, мобильных игроков, которые тратят на видеоигры просто невероятное количество денег. Их всегда будет несоразмерно мало по отношению к обыкновенным игрокам, которые, может быть, вообще не донатят или донатят крайне редко. Но из-за того, сколько киты донатят, это, я напоминаю, суммы, доходящие до 20 тысяч долларов, 30, это зависит на самом деле от игры, и, как правило, эти суммы больше в мобильном гейминге, которые при этом еще и на разработку стоят несоразмерно мало. Но, тем не менее, вы хотите таких китов иметь у себя под бачком. И, соответственно, если у вас есть возможность подоить их прямо сейчас, за эту возможность нужно держаться обеими руками. Аудитория Валоранта, если мое предположение верно, это действительно мужчина от 18 до 30 лет, она наиболее платежеспособна. Я не хочу сказать, что у каждого из представителей этой аудитории есть свободные деньги. В конце концов, даже если у вас есть свободные 22 тысячи рублей или 300 долларов или региональный эквивалент, можно найти множество других аутлетов, которых можно спустить. Причем даже не обязательно бесполезно. Я напоминаю, вы можете купить от 5 до 10 трипл игр, в зависимости от того, какие скидки вы увидите. Вы прямо сейчас можете за 2000 рублей купить в стиме Киберпанк 2077, который выйдет через несколько месяцев. Почему бы вот этой покупкой не обзавестись? Мне что-то подсказывает, что в Киберпанке 2077, насколько бы качественным этот продукт в итоге не вышел, все-таки будет побольше скинов и побольше анимаций, побольше партиклей, чем в Валоранте, твою мать, на пушках с дракончиком. Ну и отвлекся шанс того, что эта аудитория будет тратить деньги на подобную срань гораздо выше, чем, например, у детей, которым для этого еще придется своровать у родителей кредитную карточку. Хотя случайно забредшие Валорант детишки, скорее всего, так и сделают. Ну почему бы нет, я имею в виду дополнительный доход, неважно откуда он берется, правильно? Мне не нужно показывать вам недовольный пост от Энгри Джо, который охреневает от того, что за один скин можно требовать 292 доллара. Многие другие в этом трейде также недовольны ситуацией, но я напоминаю, ребят, что Энгри Джо это не Васян Подпивкович, даже несмотря на то, что он пытается себя таковым позиционировать, правда, немножко так вот на одну ступень выше. Энгри Джо это блогер, и люди, которые его смотрят, это люди, которые пытаются быть частью гласного меньшинства, в то время как большинство гласным не является. Негласное большинство это как раз-таки Васяны Подпивковичи, у которых таких свободных денег может быть и нет в большинстве своем, но у кого-то из них есть, даже если у единицы, если у них при этом есть еще импульсы для того, чтобы реально на полном серьезе без иронии эту срань купить. Вся сила для них, ребят, вся сила для них. Знаете, что для меня Валоранти самое ироничное, в каком-то смысле, даже трагичное, не только в этой ситуации, а в принципе во всей игре. За те 2,5-3 месяца, что эта игра находится в инфополе, у нее на Rule 34 насчитывается 145 артов. 145. По сравнению с... Сколько там тысяч набрал Overwatch, как только его анонсировали в первые несколько недель? Тысяча две, три, четыре, около того. Популярность порно-артов по вашей видеоигре это платиновый знак ее визуального качества. Это означает, что ваши дизайнеры не просто так едят свой хлеб. Я имею в виду, когда ваша невероятно популярная ААА игра с намеками на то, что она хочет стать новой суперкиберспортивной дисциплиной, которой будут все интересоваться, в которой будут все играть, турниры будут на миллионы, десятки миллионов долларов играться. Если вы претендуете на такой статус, и ваша игра собирает 145 порно-артов за 3 месяца, что она находится в инфополе, это означает, что как минимум ваши дизайнеры не стоят и куска выйденного дерьма. А знаете, что еще куска выйденного дерьма не стоит? Скины с дракончиком за 300 долларов. Пожалуйста, не тратьте свои 300 долларов на скины с дракончиком, которые, я уверен, у вас свободные в банке валяются, вы не знаете, что с ними делать. Купите бухла, купите триполы игр. Я не знаю, выходит что-то в этом месяце, призрак Цусимы выходит. Я уж не знаю, насколько это дело качественным окажется, но оно явно будет больше контента предлагать, чем 4 скина, 4 набора партиклей, 4 набора анимаций. Не подписывайтесь на аферу Валоранта. Лучше подпишитесь на Культаса. Почему бы не нажать кнопочку подписки прямо сейчас и колокольчик не нажать для того, чтобы получать оповещение? На мой основной канал можно подписаться, если хотите смотреть более осмысленный такой контент со сценарием, с монтажом и пафосом. Можете комментарии, лайки оставить, чтобы нагнать мне трафику. И спасибо вам, ребят, что тратите на меня время. Идите сюда.